Музыка Привет, друзья! Мы продолжаем путешествовать. Находимся в Танои, во Вьетнаме. Успех приехать во Вьетнам, мы неожиданно попали в Танои. И сейчас вам расскажем эту историю. Дали нам билетики. Билетик стоит 30 тысяч донгов вьетнамских. Исторические места и достопримечательности далеко не всегда связаны с позитивными событиями. Некоторые напоминают нам о жестокости и несправедливости. И посещать такие места нужно для того, чтобы помнить об ошибках истории и предотвратить новые. В столице Вьетнама, городе Ханое, расположена тюрьма Хуа-Ло, которая сейчас не используется по назначению, а является музеем. Но когда-то она была местом заключения для вьетнамских революционеров, воровшихся с французской колонизацией, и американских солдат во время последней войны во Вьетнаме. Тюрьму начали возводить в 1887 году. Она была построена очень быстро и предназначалась для революционеров, которые выступали против колониального режима, навязанного Францией. Это была самая жестокая тюрьма на севере страны. Называлась она сначала «Огненная печь», поскольку был построен на месте снесенной деревни, жители которой занимались изготовлением керамики. Потом «Центральная тюрьма», затем Хуа-Ло, по названию улицы, где находилась тюрьма. И уже позже американские пилоты саркастично прозвали это место Ханой-Хилтон. Первых заключенных поместили в тюрьму Ха-О-Ло в 1899 году, когда строительство еще не было до конца завершено. Дело в том, что в это время случились вспышки народного сопротивления. Первоначально в тюрьме предусматривалось место для 500 заключенных, но впоследствии ее пришлось расширять за счет уменьшения медицинского отсека и других помещений. В начале 50-х годов XX века в тюрьме находилось уже более 2000 заключенных. Условия содержания были крайне тяжелыми. Тесные камеры без окон помещали много людей, которым не хватало воздуха. Продукты, которые выдавались заключенным – рис, овощи, сушеная рыба – зачастую были гнилыми. Изредка в меню попадало жесткое и старое соевое мясо. В один из месяцев было зарегистрировано полсотни случаев смертей из-за отравления непригодными продуктами. Для прогулки и обливания водой из общей цесерны отводилось 15 минут в день. Тюрьма – это действительно ад на земле, где тюремный охранник угрожал новому прибывающему. Легко умереть, но тяжело жить. И мы покажем, насколько тяжело жить. Вьетнамских политиков-патриотов держали здесь в самых ужасных условиях. Еда была водянистым супом и хлебом, недостаточно чистой воды для питья. В то время, как заключенные были по-разному изолированы, голодали, подвергались пыткам и избиению изо дня в день. Посмотрим, что же представляет собой Хуало сейчас. Вьетнамцы организовали в останках, снесенной около 30 лет назад тюрьмы, показательный музей. Большая часть экспозиции представляет собой несколько залов, рассказывающих о тяжелой доле вьетнамцев, оказавшихся в Хуало во время французской колонизации. Кусок тоннеля красочно показывает историю побега из тюрьмы сотни узников в 1945 году. В музее есть памятник этому знаменательному событию. Субтитры создавал DimaTorzok Первое поколение заключенных тюрьмы Хуало были ученые-патриоты движения под руководством Донг Ду. Как только была основана Коммунистическая партия Вьетнама, тюрьма стала местом заключения лидеров движения в разное время. Заключенные боролись за лучшие условия заключения, организовывая голодные забастовки. Наконец, начальник тюрьмы принял их требование прекратить кормить заключенных гнилым рисом и овощами. В следующих битвах заключенные требовали прекращения оскорбления. В женском лагере также требовали заменить женщину-охранника, поскольку она часто била заключенных. Самым ужасным приговором был смертный приговор с использованием гильотины. Сейчас в тюрьме музея выставлена эта гильотина. Ее привезли в 1930 году в разобранном виде специально, чтобы казнить 11 членов Вьетнамской народной партии. Таким образом хотели нагнать ужас на остальных вьетнамцев. Позже, во время военного конфликта с США, сюда помещали пленных американцев. Среди них даже был будущий сенатор США Джон Маккейн. Северный Вьетнам не признавал американцев военнопленными и объявлял их преступниками, помещая в тюрьме. Только ближе к концу войны сделают специальные лагеря для военнопленных. А к летчикам у вьетнамцев вообще было особое отношение. Эти ребята сжигали целые селения напалмом. Их бомбы разрушали то немногое, что почиталось во Вьетнаме за инфраструктуру. Поэтому содержались они в темных комнатах с деревянными лежаками, на которых было не протолкнуться от полулежащих людей. Многие некоторых арестантов приковывали к лежакам кандалами. В одноместных номерах было то же самое, только еще теснее. Каменные стены нагревались от влажной вьетнамской жары, и все постояльцы получали бесплатные СПА-услуги, постоянно купаясь в собственном поту. А за окнами шумел второй по величине город во Вьетнаме. Во воспоминаниях постояльцев Ханой Хилтон говорится, что звуки мирного города в нескольких метрах за стеной доставляли им такие же страдания, как и пытки. От свободы узников отделяла стена, верхняя часть которой была инкрустирована битым стеклом, неплохая замена колючей проволоки, способная рассечь руки заключенному пытавшемуся через нее пролезть. Надо отдать должное, Маккейн с честью выдержал 5,5 лет в вьетнамских тюрем, где заработал прозвище «Белый торнадо» из-за своих рано поседевших волос. После возвращения в США он пытался продолжить военную службу, но из-за увечий, полученных в плену, пришлось отказаться от планов стать адмиралом, как его дед и отец. Зато так мир узнал Маккейна политика и уже вряд ли сможет забыть. Сам же сенатор сумел перевернуть ту страницу своей истории и даже побывал в описываемом музее в 2009 году. Вьетнамцы очень гордятся этим.